Братья и сестры, я хотел бы вам вместе сказать, вместе с вами сказать славу нашему Господу. Сегодня мы много раз эту фразу говорили, но я думаю, что каждый из нас действительно осознает в своей жизни, что наш Господь, Он есть чудный Бог и Он достоин славы. Я хотел бы с вами поделиться из Священного Писания некоторые места и мои размышления. Но прежде чем я что-то буду говорить, я бы хотел сказать такую мысль, продолжить, как брат передо мной говорил, о том, что если мы не любим наших ближних, которых мы видим, как мы можем любить Бога, которого мы не видим? И размышляя в жизни, я вижу, что Господь не как иначе, как использует людей для того, чтобы помогать другим людям. Такой очень простой пример. Очень часто каждый из нас в жизни, бывает, помогает, может, финансово, может, как-то другому, по-другому, может, людям. Но в этом примере я скажу, скажем, финансово. Допустим, скажем, в Украине у кого-то есть нужда, может, нужно финансы на операцию или, может, на лекарство. И я верю, что они там молятся. Они молятся о том, чтобы Господь вышел навстречу, ресурсов нету, чтобы приобрести для их лечения. И Господь располагает наши сердца здесь или, может, в других местах. И мы жертвуем. И когда люди получают помощь, кого они славят? Бога. Они говорят, Господь нам помог. И Господь, если посмотреть через всю Библию, Господь всегда совершал великие дела через людей. Сегодня утром братом Валентином был приведен пример насчет Моисея. И вы знаете, действительно, если размышлять, что там был стол облачный, стол огненный, зачем Моисей? Можно было сказать, вот Господь ведет, идем, нам не нужен Моисей. Но, однако, мы видим, что Господь все, что Господь совершал, Господь делал через Моисея. Даже тут случай, когда море разошлось, кажется, можно было сказать, когда Моисей помолился Богу, Бог мог сказать, Моисей, утром встанешь, море разойдется, уже будет готовый путь. Но, однако же, Бог говорит Моисею, нет, ты возьми жезл свой и вот простри. И вот, когда ты прострешь, тогда вот будет совершаться это действие. И везде, по всей жизни мы видим народа израильского, всегда были люди, через которых Господь или спасал народ, или, можно сказать, наказывал народ. Но, однако же, все-таки наш Господь на этой земле. Есть моменты, я не скажу, что нету таких моментов, где Господь напрямую как бы действовал с людьми, но в основном через что-то. Есть, скажем, случай с Ильею, это был ворон, который приносил хлеб. Однако же, тоже можно было там по-другому сделать. Но я имею в виду так, чтобы не обязательно нужна была птица. Но, однако, вот Господь использует для того, чтобы человек, я думаю, любил друг друга, это раз. Во-вторых, чтобы он научился, сам человек, через которого Господь действует, чтобы он научился не брать себе эту славу, но давать славу нашему Господу. Я знаю, что время уже позднее, как бы день уже скоро к закату идет. Может, мне так много времени осталось. Я бы хотел с вами поделиться, если вы будете внимательны, я постараюсь очень быстро пройтись. Здесь именно тема, о которой я хотел бы поговорить, это что касается исцеления. Как-то брат Руслан был у нас здесь, и он говорил об исцелении, и это немножко, с другой стороны, как бы говорит о исцелении или о нашем соучастии в исцелении. Я бы хотел зачитать один стих, где Иисус Христос говорит, Марка 16 глава, я зачитаю 17 стих, где Иисус Христос говорит такие слова. «У веровших же будут сопровождать сии знамения, имени мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и, если что, смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Я бы хотел застрелить наше внимание на последнюю часть этого стиха, где Христос говорит, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. Хотел бы я подметить то, что здесь не написано, что будут молиться, долго будут молиться и будут здоровы. Я не говорю, что молиться не нужно, но Христос здесь именно говорит, что возложат руки и будут здоровы. Я нашел по Священному Писанию где-то шесть, пять-шесть видов или как бы действий, через которые Господь именно творил исцеление. Молитва, она является одним из фактов того, чтобы человек получил исцеление, но в основном это было соучастие других людей. Первое, к чему я обращусь, и это мы к этому очень знакомы и понимаем, это написано Якова 5 глава с 14 по 16 стих. Здесь конкретно говорится о молитве и помазании. Болен ли кто из вас, пусть призовет просветеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господа. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему, признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Да, нам молиться нужно. Вы знаете, раньше, может лет 10, может и больше, я как-то на этот стих не совсем иначе смотрел. Думаю, ну зачем нужно приносить елей, зачем нужно сдавать служителей. Но если Господь Иисус Христос сказал, значит в этом есть то, что, может быть, мы, может, не до конца понимаем. Однако же, Христос здесь говорит через Якова, или Яков говорит, говорит о том, что нам нужно призвать просветеров, они помолятся, они помажут нас елеем. Я задумывался именно, для чего нужны были вот такие действия. Я очень такой простой пример приведу, это, вы сами задумайтесь, у нас у людей веры очень мало. Если быть откровенным, мы маловерны. Если сказать, как к Иисусу Христу пришел один человек, да, и он говорит, Господи, помоги моему неверию. И вот когда другой человек просто будет молиться за нас, вот лично у меня, мне кажется, будет мало веры насчет того, что я получу исцеление. Не будет веры, но будет мало. Но, допустим, если придут люди и сотворят надо мной какое-то действие, во мне появится больше веры, что я получу исцеление. Я думаю, кто-то может согласиться со мной. Следующее, что я нашел, и это в том, что люди, когда производили исцеление или молились о исцелении, они верили в то, что те, над кем они молятся, что он получил исцеление. И один такой явный пример, мы его знаем, и я вкратце его зачитаю. Это написано Деяние, третья глава, где Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. Я возьму с пятого стиха, с четвертого возьму. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назерея встань и ходи. Петр не просто сказал ему, встань и ходи. Дальше мы видим, что Петр, смотрите, что он делает. И взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. Когда произошло исцеление? Произошло исцеление не после того, когда он просто говорил, что встань и ходи. Он сказал, встань и ходи. Но потом Петр, имея веру, взяв его за правую руку, поднял. И написано, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходил, скача и хваля Бога. Я хочу одно место зачитать. Это написано, где Иисус Христос сотворил чудо. И однако же тоже он берет там за руку. Это написано от Марка 5 глава 41-42. Взяв девицу за руку, говорит ей, Тавифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. И где девица тотчас встала и начала ходить, и была лет двенадцати, и видевшие пришли в великое изумление. Мы видим, что кто или через кого происходило исцеление, что этот человек имел веру, потому что он понимал, что если Петр и Иоанн, вот Петр, если взял этого человека, и он говорит ему, встань, и тут не произошло исцеление, я думаю, Петру было бы очень стыдно и, может быть, неудобно. Но однако же Петр имел веру, что этот человек получил исцеление. Почему это я говорю? Потому что очень часто мы говорим, как бы, почему человек не получает исцеление, мы часто именно виним человека того, о ком мы молимся. Но мы здесь видим, что здесь, в основном до сего момента, очень многое зависит и от того, кто молится, или кто производит действие исцеления. Следующее очень большое, как бы, и очень знакомое для нас, и я уже зачитал один стих, идея исцеления происходит при возложении рук. Если возьмем, сейчас вспомним, просто в Ветхом Завете, я просто отклонюсь немного от темы, и насчет, хотел бы буквально минуту затронуть именно благословение. Вот кто из нас, как родители, берет, возлагает руки на детей своих и благословляет их в жизни? Если кто-то это делает, очень хорошо, что вы делаете. Но скажем, допустим, если нам это никогда не делали, и мы в жизни никогда не были этому научены, но если мы посмотрим в Ветхом Завете, всегда благословение происходило при возложении рук. И в основном, я не помню такие случаи, чтобы было без возложения рук, но в основном при возложении рук на человека. Это было с Яковом. Яков благословляет своих детей. Мы видим, все это было при возложении рук. Почему-то вот когда человек возлагает руки, что-то больше происходит. И я хочу, здесь очень много мест есть, я все не буду зачитывать, но некоторые зачитаю. Луки, 4 глава, 40 стих. «При захождении же солнца, имевших больных, различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Мы видим, что на каждого из них он возлагал руки, не просто как-то, но именно на каждого надо было возложение рук. Луки, 13, 13. «И возложил на нее руки, и она в тот час выпрямилась и стала славить Бога». Дианя, 28, 8. «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, и, возложив на него руки свои, исцелил его». Дианя, 5, 12. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения, чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова». И два места еще. Это, опять же, апостол Павел пишет. В Диане написано, извиняюсь, Диане, 9 глава, 11-12 стих. «И видел видение мужа имени Манании, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Господь же сказал ему, «Встань, пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в доме Иудином, доме Тарсянина, по имени Савла». Он теперь молится. В этом случае даже с апостолом, в тот момент еще с Савлом, мы видим, что Господь повелевает Ананию, чтобы он пошел и возложил руки на Савла, чтобы он получил исцеление, прозрение. Однако же Савл ослеп. Никто на него руки не возлагал. Он ослеп, потому что это было от Бога. И я верю, что Господь мог так же само его исцелить, без того, чтобы Анания возложил на него руки. Но, однако же, Господь именно использует другого сосуда человека, чтобы человек получил исцеление. Очень знакомую историю, недавно буквально ее зачитывали, про Неймана или о Неймане. Четвертая глава Царств, пятая глава, одиннадцатый стих. Почему разгневался Нейман? Что он сказал? «И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу». То есть Нейман, хотя будучи язычник, но он сам имел представление, как он получит исцеление. Он говорит, что вот он выйдет, поставит руку на проказу, и я получу исцеление. Следующее – это люди повелевали. То есть люди, оно можно сказать, с вторым, то, что я говорил, очень похоже, но немножко иное. Я зачитаю, где апостол Петр, Диане 9 глава, 34 стихом, он говорит такие слова. Петр сказал ему, «Эни, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». Мы видим, что Петр здесь не с догадками, но с полной уверенностью, он говорит, «Эни, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». То есть он конкретно повелевает больному. Он не говорит, что может быть, он имеет полную уверенность в том, что Господь его исцелил. Диане 14, 8, 10. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от шрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Видим и в этом случае, что апостол Павел, здесь не было возложения рук, но однако же он повелевает этому больному, и он говорит, что «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои, и произошло исцеление». Следующий пример – это больше, можно сказать, касается именно воскрешения из мертвых, но мне тоже это стало интересно, и это подвел к исцелению. И для нас на сегодняшний день, если бы мы увидели такую картину, нам бы это было не совсем понятно, будь это через апостола Павла, Илью или Элисея. Я хочу зачитать эти три случая, как именно происходили исцеления. Первое место – это будет 2 Диане, 20 глава, 9 по 12 стих. Во время продолжительной беседы Павлова, один юноша имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись с соной, упал вниз с третьего жилья и поднялся, и поднят мертвым. Павел, садя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьте, ибо душа его в нем». Задя же, и преломив хлеб, и вкусив, и беседовали довольно, даже до рассвета потом вышел, между тем отрока привели живого, немало утешились». Мы видим, что здесь детально не написано, что произошло, просто написано, что Павел, садя, пал на него и обнял его. То есть человек, этот отрок, лежал на полу, и он пал, и после этого апостол Павел говорит, что не переживайтесь, потому что душа его в нем. Хотел следующий случай для нас знакомый, но хочу опять зачитать. Это Илья, идет исцеление отрока, тоже здесь Третье Царство, 17 глава, 9 по 22 стих. «И сказал он, это Илья, ей, дай мне сына твоего, и взяв ее с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу, и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» и простершись над отраком трижды, он возвал Господа и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрака сего в него!» «И услышал Господь голос, или и возвратилась душа отрака сего в него, и он ожил». Удивительно в том, что после молитвы Илья не сразу же отрака ожил, ему пришлось простираться или ложиться на отрака трижды до того, как он ожил после молитвы. И подобный случай был у Елисея, записано 4 царств, 4 глава, 32 по 35 стих. «И сошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели ее». Если кто не помнит, я немножко скажу контекст. Это была женщина, которая Елисей часто проходил мимо дома ее, и она говорит мужу своему, давай мы сделаем ему горницу, чтобы он туда заходил, там отдыхал. И потом Елисей говорит, что у них будет дитя, и вот у них рождается сын, потом этот сын подрастает, и приходит такой случай, что этот сын умер. И вот Елисей приходит, и вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился к Господу, и поднялся, лег над ребенком, и приложил свои уста к устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнотиз, взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся над ним, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Мы видим здесь, что Елисею пришлось тоже два раза простираться над умершим, но не в этом весь вся главная цель, а главная цель в том, что произошло исцеление или воскрешение с мертвых. И Господь это делал через людей, которые, как и мы, были крещены Духом Святым. Еще одно, и это, может быть, не совсем для нас людей понятно, как оно происходит, но я думаю, что кто-то здесь и слышали, было такое движение в Таллине, где люди получали очень много исцеления, и часто брали оттуда вещи и возлагали на людей, которых болели, и люди получали исцеление. И мы видим, что это во время Евангелия также и было. Первое место зачитаю. Это Марка 5, глава 30 стих. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из Него сила, обратившись к народу, и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Мы знаем этот случай, где женщина болела более 12 лет кровотечением, и она прикоснулась к одежде Иисуса Христа, к краю одежды, и она получила исцеление. Мы видим, что даже не прикоснувшись ни к руки, ни к телу, вот именно к одежде Иисуса Христа она имела веру, что получит исцеление, и она получила. Деяние 19, глава 6, потом 11 и 12 стих. «И когда Павел возложил на них руки и шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них, Бог же творил немало чудес руками Павла». Почему я зачитал именно вот этих шесть пунктов или шесть видов, или как люди получали, или через какие действия люди получали исцеление? нам, как верующим, я скажу за себя, намного проще просто встать на колени и за кого-то помолиться. если бы нам пойти сегодня к больному и возложить на него руки, и он не получит исцеление, нам самим будет стыдно за себя. Нам будет стыдно за себя, потому что мы будем себя считать, что мы не такие христиане, или вот мы как бы недостойны того, что Господь не действует через нас. Вы знаете, наш Господь есть Бог живой. Я думаю, единственное, Бог часто в Ветхом Завете через пророков говорит, когда сравнивает себя с другими богами, Он говорит, у них есть глаза, они не видят, есть уши, они не слышат. А наш Бог есть живой. И я думаю, что каждый из нас согласится, что проблема не в нашем Боге, почему сегодня люди не получают исцеление. Но проблема в нас. Я хочу сказать, что... Я сейчас зачитаю некоторые места, что ничего сверхъестественного, или эти люди были какими-то необычными, чем мы. Да, они были пророками, они были служителями, но они имели также самый Дух Святой, который имеем и мы. Смотрите, что говорит апостол Петр, когда люди пришли, и после этого чуда... Они окружили их. Деяние 3 глава 12 стих. И увидев это, Петр сказал народу мужу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Апостол Петр здесь ясно и понятно говорит, что он говорит, мы не своею силою или своей благочестию, это можно сказать, своею праведностью, сделали то, что он ходит. Но силою нашего Господа Иисуса Христа. 2 Коринфянам 3 глава 5 стих. Апостол Павел ясно здесь говорит, «Не потому что мы сами способны были помыслить, что о себе, помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 4 глава 7 стих. «Но сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». И Иисус Христос, Иоанна 15 глава 5 стихом, говорит такие слова. «Я есть лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот принесет много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Без нашего Господа Иисуса Христа мы не можем делать ничего, но однако же Господь Иисус Христос обращает к нам. И Он говорит такие слова. «У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносного выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Если это у нас сегодня нету, я думаю, что это проблема в нас, а не в нашем Боге. И поэтому часто это может быть из-за того, что я когда размышлял над этой темой, думаю, может быть, потому что мы делаем по-своему. Я имею в виду с той стороны, что часто Господь говорит, мы должны пойти возложить руки, мы этого не делаем, мы стесняемся, мы боимся, может, мы этому и не научены. Но Иисус Христос говорит, вы возложите руки, и они будут здоровы. Молиться мы должны. Сейчас у нас будет молитва, мы будем молиться, говорить нужды, будем молиться за нужды. Я хотел бы сказать не то, что я проповедую о том, что нам не нужно молиться, мы обязаны молиться. Вы знаете, особенно, если мы знаем, что в церкви есть нужды, есть в церкви острые нужды, где люди, как брат Василий Полчей, как брат Павел Герасимов, может, еще есть, о которых я не знаю, которые в очень тяжелом состоянии, допустим, как на сестра Наде Бондаровская. Знаете, с нашей стороны очень легко, может быть, осудить человека, очень легко приписать ему, почему он получил тот или иной диагноз. Но это не наша проблема. Нас Бог не поставил судить, нас Бог поставил тому, чтобы любить, молиться за друг друга. Я часто вспоминаю Тавита, что ангел ему говорит, он говорит, вот когда ты делал добро, хотя он делал, я думаю, никто не видел, потому что он делал, чтобы никто не видел. Скрытно это делал, когда он хоронил иудеев, которых убивали на улице. Ангел ему говорит, ты это делал, но я был всегда с тобой. Вот это всегда, я вспоминаю эти слова, что, может быть, наши молитвы, мы, кажется, ну, никто не видит или, может, никто не слышит, но, знаете, они пишутся у нашего Господа. И я думаю, что да сохранит Господь, чтобы нам никогда не надо было в жизни, чтобы нам не надо были молитвы народа о наших семьях, о наших домах, но если даже надо будет, чтобы у нас было там накоплено. Вы знаете, сейчас мы, как церковь, вы говорите нужды, говорите свои переживания, мы все будем за вас молиться, и мы будем молиться по домам. Не забывайте в молитвах, вспоминайте, знаете, все-таки мы, как церковь, есть написано, апостол Павел говорит, страдает один член, страдает все тело. Хотя, если быть откровенным, не так. Мы настолько погрязшие в суете и в наших заботах, что мы, бывая за своих близких, родных, забываем не то, что говоря за церковь. Но, однако же, вот когда стоясь на колени, давайте будем, в первую очередь, вспоминать именно тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Я думаю, нам будет, им будет приятно, в том, что мы о них молимся, и, я думаю, нам тоже будет в том, что мы хоть что-то сделали для ближнего. Поэтому, если у вас есть нужды, благодарности, вы говорите, мы будем, как церковь, молиться. Спасибо.